Всем привет! Всех приветствую на своем канале! И сегодня у меня, как вы видите по моему фону, спортивное видео. Это будет видео по запросу. Меня уже давно спрашивали и даже просили снять видео на тему рационального питания, спорта, как я поддерживаю свою фигуру. И я вам баснословно благодарна за эти приятные комментарии. Тут я насчитала столько комментариев, и вот я даже их перечитаю и назову ники. Фигура огонь, вас наряжать и наряжать, а муж ревнивец. Это Анна Павлова. Спасибо! На такой стройной фигуре, как у вас, почти все смотрится прекрасно. Николай Фисюшкин. Я записываю звук на телефон, поэтому читаю. Я это все переписала даже себе. Не могу с телефона читать. Николай Фисюшкин. Это, я так понимаю, под именем своего мужа. Моя зрительница пишет мне комментарий. Я иногда тоже могу не переходить в другой аккаунт и писать с другого аккаунта. Затем очень мне приятно. Вы худенькая от природы или держите диету? Вопрос. Ковецкая Ольга. Нет, я не худенькая от природы и не держу диету. Обо всем расскажу подробно. Затем красивая фигура вдохновляет. Меня такие женщины, что к чему стремиться. То есть есть к чему стремиться. С такой отличной формой вам можно одеваться более беспечно. Даже нужно. Вы будете выглядеть моложе в 100 раз. Анна Павлова опять. Спасибо. У вас отличная фигура. Джинсы классные. Опять пишет зрительница с аккаунта мужа. Катя, отличная коллекция. Как по мне, они все сидят отлично. Вы такая юная и задорная. Фигура супер. Пора уже видео снимать о спорте и питании. И вот я его снимаю. Олеся очень просила меня об этом видео. И я его держала в голове, но все никак не бралась снять. Готовилась. И последний комментарий меня добил. Было бы интересно посмотреть видео о том, как вы поддерживаете себя в форме. Рацион питания, занятия спортом и все такое. Даже искала видео на моем канале. Спасибо вам огромное. Лера даже непосредственно написала мне в телеграм. Да, я есть во многих соцсетях. Не только на ютуб, но и телеграм, запрещенная в Российской Федерации сеть, запрет инстаграм. Также я есть в Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Поэтому заходите, кому удобно. И вот сегодня видео посвящено полностью моему питанию и моему спорту. То есть мой личный здоровый образ жизни. Честно, я по знаку зодиака стрелец. Я очень увлекающийся натурой. Если я чем-то начинаю заниматься, значит я занимаюсь этим, то есть отдаюсь головой. Вот как сейчас я отдаюсь головой ютубу, что мне иногда даже некогда позаниматься. Поэтому я немножечко занятия сократила, чтобы у меня было вообще были силы на мужа, на детей, на хозяйство, на уроки, на все-все-все-все. Я как обычная женщина. Мне нужно от обязанностей. Я не могу уйти. Поэтому переходим непосредственно к моему питанию. Я питанием давно занималась своим и сидела на диетах. Но все это не нужно делать, потому что эти все диеты жесткие, любые. И кремлевские, и расписанные. Раньше это было модно. И мама у меня сидела, и никто особо так сильно не похудел. А если похудели, то испортили свое здоровье. Я слышала, у нас есть родственники, где очень испортили себе здоровье. Причем под руководством специалиста худели. Поэтому вот в студенчестве я худела, потом дохудела. Вот у меня рост метр семьдесят четыре. Сейчас я вешу пятьдесят девять килограмм. Конечно, мне один килограмм хочется сбросить. Но тут надо себя больше ограничивать. Сразу отмечу, если я буду весить, например, пятьдесят пять килограмм при росте метр семьдесят четыре. Я уже худела до такого состояния. То у меня прекращаются мои женские дни. И все. Жировой прослойки у меня нет. Поэтому так опасно худеть. Никому не рекомендую. И все эти опасные похудения приводят к появлению целлюлита. Явного. Особенно молодых девочек это касается. Поэтому спустя время, когда у меня появился первый ребенок, мне где-то через два года подарили сертификат. У нас был и есть до сих пор комит-сервис. Но при нем была такая вот организация, где можно было ходить каждый день на спорт, в бассейн, заниматься спортом. И в то же время нужно было пройти диетолога, прежде чем попасть. На эти все занятия, естественно, это все платно. Мне подарили сертификат. На полгода я была без ума. И я, благодаря тому, что мне подарили этот сертификат, до сих пор храню даже инструкцию по питанию от врача-диетолога Поповой МВ. Вот я у нее была. Это известный, как я понимаю, диетолог-врач в Республике Беларусь. Это было аж в 2012 году. И вот я не буду говорить какие-то там истины. У нее очень неплохое было расписание питания. Она послушала меня. Этот диетолог-врач сказал, что у вас все вроде бы и нормально. То есть тогда я была рост в метр семьдесят четыре, вес 62,9. И весы были специальные, которые определяют, сколько у меня мышц, сколько костей. Ну, диетологов это все есть. И, значит, она мне расписала такой вот график, индивидуальная программа питания. Я вот подкрепленная врачом даже вам зачитаю. Я пытаюсь вот с 2012 года приблизительно следовать этому расписанию. Количество приемов пищи не менее 4-5 в день. Второй интервал между приемами пищи не более 3-3,5 часа. Третий, первый прием пищи в течение 30-40 минут после сна, последний за 2-2,5 до сна. Четвертое. Общее количество жидкости 1,5-2 литра. Вода не менее 1 литра в день. Но я с трудом 1 литр выпиваю. Сразу скажу, не могу столько пить. Я очень часто тогда хожу в туалет. А это мешает моему качеству жизни. Как это модно выражаться. Вообще, вот этому понятию качества жизни нужно посвятить отдельное видео. Шестое. За час-полтора до физической нагрузки. Углеводная пища. Например, каша, картофель, макароны, свежие фрукты и бананы. Вот так вот. Когда спортом занимаешься, нельзя худеть. И седьмое, последнее, такое вот рекомендация по режиму питания. Это через час-полтора после тренировки белковая пища, мясо, рыба, творог, омлет. Вот и все. Это основные рекомендации. Ну, это основа. И также, так как она написала, что питаться 4-5 раз в день, скажу честно, я отсел, питаюсь где-то 4 раза в день. Один у меня перекус. Иногда могу исключить перекусы. Не очень я строго следую этому графику. А так вот я вам даже зачитаю вот эти приемы пищи. Завтрак первое в дни тренировки. Каша, рис не чаще 1-2 раза в неделю 150-180 грамм. Или мюсли, хлопья 200-250 грамм. Или макароны 150-170 грамм. Плюс сыр 20 грамм. И плюс овощи 150 грамм. То есть вот такой вот разнообразный завтрак. Я этому исследую и или каша, и или хлопья, или мюсли, и или вот эти макароны, сыр, овощи. Ну, макароны я редко ем утром, сразу скажу. Могу батоном погрешить. Но лучше цельнозерновой хлеб. Второй прием пищи это перекус. Это я буду говорить и или. Свежие фрукты 250-300 грамм. Или сок 1 стакан. Вот сок это считается перекус 1 стакан. Или йогурт 125 грамм, или творог 150 грамм, или 1-2 раза в неделю, не каждый день, орехи, сухофрукты. 40-60 грамм грецкий арахис или сухофрукты. 80 грамм это курага, чернослив, изюм. Вот такие перекусы и или. Третий прием пищи это а суп 250-300 грамм. Или мясо 150-120 грамм, плюс овощи 250 грамм, 280 грамм. Или даже у меня написано каша плюс мясо. Причем вместо каши может быть картофель, макароны, плюс овощи. Везде, если есть мясо, там должны быть и овощи. Ну, это так вот. Четвертое аналог, как я перечислила перекус. То есть там свежие фрукты и или сок, и или йогурт, творог, и или вот эти орехи, сухофрукты. И пятый прием пищи это вечерняя рыба 130-140 грамм, или мясо 80-100 грамм, или 2 яйца вареных, или омлет 160-180 грамм. Плюс овощи 200-250 грамм, кроме картофеля, свеклы, они сладкие. Вот это она пометила. А я тогда в обед любила приготовить себе свеклу, кстати, в семетанном соусе. Очень вкусная. Звучит не очень, но это я в садике подсмотрела у сына. Очень вкусная свекла в сметане. Или творог 180 грамм плюс фрукт через 20 минут. Вот такой вот вечерний рацион и или я вам перечислила. И вот шестая пометочка, даже шестой перекус предусматривается. Может быть, если до сна 3 часа, то есть больше 3 часов, то можно одно яблоко съесть. Заменить яблоко можно апельсином, киви или 1-2 стакана кефира. Вот такой вот подробный рацион. Я питаюсь 3 раза в день и один могу перекус сделать. Иногда у меня, конечно, присутствуют сладости. Без сладости я никак. Пытаюсь полезные кушать, но не получается. Еще диетолог советовала делать разгрузочные дни раз в неделю. Но вот с 2012 года я так и не сделала разгрузочный день. Сразу скажу, но здесь полезные разгрузочные такие дни. Они не сильно такие жесткие. Но лучше, мне уже 37 лет, наверное, нужно разгружаться, чтобы улучшить состояние кожи. Я зачитаю на всякий случай. Первое, яблочные, творожные или овощи. Вот день такой. По 200-250 грамм яблок. Или по 100 грамм творога. Или 250 грамм овощей 5 раз в день. Плюс 1 литр воды. Есть еще такой разгрузочный день. Кефирный. По одному стакану кефира 6 раз в день. Но не только кефир. Вот это меня удивило. Плюс 4 сухарика и плюс 2-3 чашечки чая. Интересный вот этот кефирный день. С сухариками можно прожить и чашечками чая. И третий такой вид разгрузочного дня. Это огуречный или арбузный. По 300-350 грамм. Или можно еще, у меня написано, ну да, огурцы 5 раз в день. Причем огурцы это по 300-350 грамм. 5 раз в день. Если вы берете арбуз, то по 450-500 грамм арбуза. 5 раз в день. Вот такие вот данные, расписанные лично для меня, моим диетологом. У которого я была 1 или 2 раза. И в принципе все нормально. Причем я тогда, она задала вопрос, какой целью вы идете заниматься спортом в наш клуб. Я сказала, чтобы похудеть и чтобы растяжку приобрести. Она говорит, когда растяжка очень сильная, то это тоже не есть хорошо. Тогда мышцы очень легко повреждаются. Но я не сильный специалист в этом деле. Но я всегда чем-то увлекалась. У меня вот тут свой план. Питаюсь я, стараюсь, как сказала диетолог. Ничего такого сложного нет. В молодости, в юношестве я увлекалась, сразу скажу. И ходила в Багиру спортивный клуб. Там все виды проходила. Спортивные занятия были. И аэробики, и степы, и слайды. И что там только не было. Затем очень долго ходила. По три раза в неделю. С 14 лет. Сама. Вот я сама хотела. У меня была, я считаю, нарушена координация движений. Сразу с первого или второго занятия у меня не получалось. Вот в такт. Но потом, когда походишь полгода, все получается. И ты уже смотришь на новичков, когда то видишь, какой ты был раньше. Это нужно заниматься. Также я очень увлекалась арабскими танцами. Тряска живота. Все эти движения. Это очень полезно для живота. Волны для живота. Но хочу отметить, так как у нас ритм такой жизни, мы не всегда успеваем. Заниматься спортом вовремя. То я хочу уделить внимание такому виду, как бодифлекс. Это так легко и просто. Это несколько минут утром и все. И все прекрасно. То есть на голодный желудок делать упражнение бодифлекс. Придумала этот бодифлекс такая женщина Грир Чалдерс. И это посоветовала нам эту книжку «Соседка». Еще я жила на Курасовщине. И я ее полностью прочитала. Она уже старенькая. Это книжка. Сначала мне сложно было научиться этому основному упражнению по втягиванию живота. Но после того, как я освоила, я просто получала удовольствие. И до сих пор у меня навык не ушел. Здесь есть одно основное упражнение. То есть с помощью этого упражнения можно принимать другие позы. Это втягивание живота. То есть оно втягивается. Видны только ребра и втянуты живот. И вот когда втянут живот и ребра видны. И принимаются разные позы. Это и поза лев. Первая я даже перечислю. Поза лев. Такая страшная поза. Я бы вам показала. Затем принимается при втянутом животе уродливая гримаса. Боковая растяжка. Оттягивание ноги назад. Сейко. То есть или писающая собачка еще называют это упражнение. Или пламя горит пламенем. Бедро. Алмаз. Шлюпка. Кренделек. Растяжка под колен и сухожилий. Брюшной пресс. Ножницы. Кошка. Ну вот честно. Я все эти позы не принимаю. Я только делаю 10 втягиваний живота. Утром рано на голодный желудок. И 10 полосканий живота. А как это делается? Я вставлю кусочек ролика. Я записала. Как делается основное упражнение по втягиванию живота. 10 раз втянули утром. И достаточно. Вот сначала этот кусочек покажу. Я хочу объяснить простым языком, как я делаю основной элемент в бодифлекс. Это основное упражнение, от которого отталкиваются все другие. Без него ну никак. На мой взгляд это очень красиво. Значит сначала я выдыхаю весь воздух. Ртом. Затем я вдыхаю сколько можно, чтобы много-много воздуха захватить. И потом выдыхаю. Иногда некоторые закашливаются, когда выдыхают. И когда вы выдохнули весь этот воздух, тогда только втягивать живот, чтобы были видны ребра. Итак, показываю без озвучки. Выдыхаю. Вдыхаю. Вот я выдохнула. И вы видели, когда я выдыхаю, производится такой вот звук, не стесняясь, изо всех сил. Опять выдыхаем, вдыхаем, не жалея себя. Вот она красота. Когда вы освоили уже втягивание живота, вам уже легко будет, я считаю, сделать полоскание. И если вы освоите это полоскание, вы уже будете получать удовольствие. Это такой массаж внутренних органов получается. Я вставлю также кусочек, как я делаю полоскание. Не постесняюсь. И еще, кто уже научился вот так вот втягивать живот, есть еще одно суперское упражнение. И ничего больше не надо. Это полоскание. То есть живот производит такое движение, как будто полосится бельем. Я сейчас вам продемонстрирую. Это то же самое, только когда вы втянули живот, вы с вот этим вот, то есть бездыханно, находитесь в бездыханном состоянии, но в это время живот вибрирует. Итак, показываю. Как обычно. Я пытаюсь делать где-то 10 раз 10 вот этих вот полосканий. Итак, каждое упражнение, вот утром проснулось, 10 в этих вот плоских животов и 10 полосканий. И все, достаточно. Вот такое вот полоскание и наиболее продвинутые женщины могут еще делать такую вот волну вдоль живота. Я волну умею делать, но не такую вот рельефную сильно. Но это кто сильно продвинутый. Мне на сегодняшний момент достаточно вот этого втягивания в живота и полосканий. И если у меня нет времени заниматься спортом, мне достаточно этих упражнений. И все. Это и полезно, это и самомассаж, это все чудесно. Это что касается бодифлекса. Также я очень сильно увлекалась йогой. Все эти книжки прочитаны. И такая книжка у меня. И такая. Все проделано. Я просто обожаю эту философию. Я раньше... Мне нужно было расходовать энергию. Но потом, когда появляются дети, хочется уже, чтобы энергия была внутри. И именно йога, она дает именно вот эту энергию изнутри. То есть она наполняет энергией. Но ты, конечно, расходуешь энергию, когда выполняешь все эти позы. Но и в то же время наполняешься. Поэтому всем, ради здоровья, рекомендую йогу. И даже своего сына хочу заставить пойти на йогу. Но никак. Еще у меня мечта это стать на иголочке. Вот такая у меня есть мечта. А, и еще что касается йоги. Я не просто так увлекалась йогой. Не просто так я вам тут все говорю. У меня даже пройден курс. Класс по материалам университета Рибак. 1997 год. Международный фитнес-конвенции. Айдея, США. 1998 год. Вот такую вот фитнес-йогу я прошла. То есть у меня были занятия. И получила сертификат в Багире. Вот он мой сертификат. Поэтому он есть. И я могу даже преподавать фитнес-йогу. Если меня возьмут. Или даже свой кабинет организовать. И принимать людей. Но честно, я очень хотела этим делом глубоко заниматься. Очень мне нравилась преподавательница в Багире, которая вела йогу. Она именно привила эту любовь к йоге. Очень мне она нравилась. Причем она была мамой троих детей. У нее, я так понимаю, была такая вот отдушина. Так, звук пишет мой или нет? Пишет. И также хочу уточнить. Если нет времени на йогу, то достаточно каждый день приседать. Приседать. Причем есть два вида приседаний. Когда ноги расставлены. Я обожаю. Когда ноги расставлены, я делаю три подхода по 30 раз. Можно увеличить. И еще мне нравятся приседания, когда как будто садишься на унитаз. Ноги на ширине плеч. И как будто садитесь на унитаз. Я делаю вот это упражнение три подхода по 20 раз. У меня, например, сына на физкультуре заставили, наверное, приседать там 100 раз. Я говорю, он пришел, очень жаловался, чуть ли не плакал. Вот, у меня все болит. И вот честно, ему болело. У него, наверное, была вот эта молочная кислота подступила. Я знаю эти ощущения, потому что я когда-то перезанималась. Я фанат спорта была. Я говорю, если я чем-то увлекаюсь, то я увлекаюсь по полной. У меня тоже надо было принимать какие-то болеутоляющие или как-то снимающие боль медикаменты. Я даже записалась, помню, к врачу. Я не могла даже, извините, сесть. И вот сына тоже болела. Все, я даже ему давала лекарства, чтобы снять эту боль с мышцы. И говорю, вот я тебе докажу, что я тоже приседаю 100 раз. И присела 100 раз, у меня на следующий день ничего не болело. Вот поверьте, если вы каждый день будете делать вот эти три подхода по 30 раз, когда ноги расставлены, и когда три подхода по 20 раз, когда как будто садитесь на унитаз, у вас будут красивые бедра, они подтянутся. Но это надо делать каждый день, просто каждый день. Если пропустили день, то я себя наказываю, делаю. Тогда три подхода по 30 раз умножаю на 2. Вот так вот. Следующее у меня это вот такая вот крутилка. Не знаю, как она по-научному называется, но в последнее время я редко на ней нахожусь. Ну, можно по 15 раз, минут в день уделять внимание талии и крутиться на ней. Почему нет? Лишняя разминка. Главное, потом сильно не наедаться уже. И еще у меня есть одушина, это мой обруч. Вот он не просто так здесь стоит. Вот именно такой. Больших утяжелений я не советую, у меня тогда разваливается. Я его сдала, тот обруч, где были какие-то утяжеления. Вот такой пластмассовый обычно покупаете и крутите. Но не больше 15 минут в день. Иначе для женских органов это плохо. Сразу предупреждаю, что этот обруч вызывает синяки. Вы будете в ужасе от синяков на талии. Но это только вот первый день, когда вы купили обруч, накрутились 15 минут. Да, на следующий день будут синяки. Такие, как будто вас там били, я не знаю как. Но потом они проходят. И если вы крутите обруч, иногда время от времени, то у вас уже не будет этих синяков. Также не просто так у меня стоят здесь палочки. Я тоже обращаю внимание на руки. У меня случилась такая вот неприятная ситуация в жизни. Это произошло 10 лет назад. Я упала и сломала руку. Причем так сломала руку, что мне здесь вставляли штифт. Я не могла поднять вверх руку. За счет того, что мне мешал поднять вверх в руку вот этот штифт. И год я ходила с этим штифтом. Все срослось. Но это был нехороший перелом. И через год хождение с этим штифтом. Мне его удалили. И опять была операция, кстати, под наркозом летом. Я сломала руку. И все, вынули мне штифт. Все зажило. У меня здесь даже есть шрамы. У меня тут микрофон. Вот они, шрамы у меня есть. И из-за того, что у меня такое случилось, мне же нужно было физически как-то разрабатывать руку, чтобы у меня ровные были плечи. И да, сразу после того, как мне внедрили этот штифт, мне нужно было разрабатывать руку. Не отдыхать, не лежать, а разрабатывать руку. И я ходила бесплатно в поликлинику. И там разрабатывала руку. Там много всяких у нас тренажеров. Это третья взрослая. И вот даже пришлось купить палочки. И с палочками я занималась, тренировала свои ручки. И вообще, рукам надо уделять внимание, чтобы они были такие вот подтянутые, на мой взгляд. Но, честно, я терпимо отношусь ко всему. Я считаю, что вообще от природы женщина, она прекрасная. И не важно, какая она. Худая. Курпулентная. Главное, чтобы было комфортно в теле, в котором вы живете. Я так сделала вывод, вот когда я сидела на диетах, безумно занималась спортом. Ну вот у меня, видимо, были какие-то проблемы. То есть я не воспринимала себя такой, какая я есть. Хорошо, что дело не дошло до вот этих вот разных психологических болезней. Потому что, если бы я начала худеть в студенческом возрасте меньше, чем 55 килограмм, могло обернуться дело плачевно. Я так считаю. Потому что нельзя переходить эти грани. Но вот это начинаешь понимать только спустя годы. Когда вот ты и посидел на диетах, и похудел сильно. Главное не перебарщивать. И перепробовал разные виды аэробик, арабских танцев. Но вот со временем, вот я подвожу итог своего видео. Я рассказала и про питание, и про то, чем я занималась. И для себя я оставила именно вот эти основные упражнения бодифлекс. То есть 10 вжиманий живота, 10 полосканий. И так же я могу поприседать. Лучше каждый день это делать. Не делать перерыва. Тогда вы не будете и потеть. У вас не будет отдышки. То есть не нужно исключать легкий спорт из жизни. Главное не говорить, вот я с понедельника начну ходить и там по часу 3 раза в день. Нет. Главное каждый день по 15 минут. Вот не просто так многие пропагандируют именно такой спорт. Тем более вот у меня нет времени ходить на спорт. Мне нужно отводить на спорт, например, детей, а не себя. Молодым поколением заниматься. Но и о себе я стараюсь не забывать. Поэтому уделяю внимание, стараюсь уделять внимание и питанию, и легкому спорту, и обращаю внимание на йогу. Есть люди, которые как-то не очень хорошо относятся к йоге, так как это не такой подвижный вид спорта. Ну нет, это очень такой сложный вид. Можно же там и поднапрячься, но это именно йога, она накапливает энергию внутри. Это прекрасное, прекрасное, я бы сказала, даже искусство. Обожаю. Когда появится время, обязательно буду ходить. Может заставлю даже сына походить, но никак не могу. Это просто невозможно. Вне моих сил заставить его ходить на йогу. Хотя ему очень нужно. На этой прекрасной ноте, я надеюсь, я все в подробностях вам рассказала, все объяснила, чем я занималась, что я сейчас приветствую. Надеюсь, моя информация была вам полезной. И вы выяснили, то есть вы получили ответы на вопросы, которые задавали в комментариях. Мне так приятно. Эти комплименты. Не так много было комплиментов моим украшениям, как много комплиментов моей физической форме. Спасибо вам огромное. Не устаю это говорить. И это видео специально для вас. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Уже скучаю.